Это лишь часть очереди в кассу энергопотока. Люди, готовые оплатить за потребленные коммунальные блага, вынуждены простаивать огромные очереди. В энергопотоке говорят, что делают все возможное, чтобы снизить напряженность. На сайте РГП КЦМР было размещено объявление о временной приостановке приема платежей в пользу сервиса, в том числе в пользу сервиса по ИПД в городе Шенкент. Так как временная приостановка означает остановка платежей в целом, мы вынуждены были перейти на систему работы аналогичной. Энергопоток является основным агентом о приеме платежей в связи с техническими перенастройками. Это означает в рамках закона о платежах и платежных системах и в рамках налогового законодательства мы обязаны переключить договора, настроить фискализацию программ, а также обеспечить техническую интеграцию с нашими поставщиками платежных услуг. Все это заняло определенное время, и, конечно, мы за это приносим свои глубочайшие извинения, но в очень кратчайшие сроки прием платежей был восстановлен. Газовики со своими коллегами согласны и говорят, что уходить из ИПД ни в коем случае не собираются. Это лишь временное явление, которое сойдет на нет в ближайшие дни. Сейчас ведутся работы именно по пусконаладке системы города. Через некоторое время, я думаю, пару дней мы закончим, и все будет в штатном режиме, и как бы все будет работать. Нет никакой необходимости уходить из ИПД, все будет в штатном режиме, то есть через некоторое время до конца этой недели ИПД-система будет работать, абоненты будут платить так же, как платили и раньше. Эта ситуация, пусть на короткий срок, все же напомнила горожанам времена, когда документа под названием ИПД еще не было, и приходилось оплачивать услуги каждому поставщику отдельно. Тем временем онлайн оплата тоже оказалась временно недоступной. В самом популярном банке по приему онлайн-платежей за коммунальные услуги нас заверили, что ситуация нормализуется во второй половине дня 26 апреля.